Подробнее расскажу, каким образом мы это все привлекали. И главный секрет, что мы это все сделали без каких-либо финансовых затрат, без грантов и так далее. То есть это абсолютно личная моя была инициатива, личная ответственность. И вот на собственной команде, на ресурсах, которые у нас есть, мы сделали очень масштабный фестиваль на 400 человек. Среди, ну, почетных гостей был Дмитрий Певцов, народный артист России. Он тоже пришел без каких-либо денег, которые мы там на это потратили. Поэтому есть определенные кейсы, которые позволяют их систематизировать и благодаря им организовать мероприятия и масштабные, и частные. Ну, вот я сегодня об этом поговорю. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Пожалуйста, вы их задавайте смело, в любой момент какие-то фиксируйте. Ну, сегодня здесь такая презентация немного может получиться скомканная по техническим причинам. Но я, собственно, главное не презентация, а главное вот тот опыт, который у нас есть. И этот опыт показывает, что вот используя эти механики, можно получить хороший отклик. Кроме этого, вот 28 августа, через несколько дней у меня в Москве состоится второе масштабное мероприятие этого лета. Это маркет вакансий в сфере культуры. Это мой второй проект «Люди в культуре». Такое сообщество, где размещаются вакансии от учреждений культуры напрямую, от музеев, театров, галерей. И мы решили сделать первый маркет в культурных вакансиях. Абсолютно та же схема, то есть никаких финансов, никаких грантов мы не получаем на это. Но мы уже получили огромное количество откликов. У нас 450 регистраций на данный момент и активное освещение в средствах массовой информации. И я расскажу, как это все делается. Есть прям поэтапный план. Ну, собственно, сегодняшняя наша первая тема – это продвижение мероприятий без финансов. Такой широкий блок я постараюсь охватить. И еще кое-что о себе расскажу. Я являюсь внештатным сотрудником отдела по делам молодежи. То есть являюсь таким экспертом из светской среды, который, поскольку я православный человек, для меня абсолютно очевидно, что необходимо продвигать и мероприятия, и помогать церкви, и помогать конкретным приходам в осуществлении их деятельности. Я работаю с разными отделами, разными епархиями. Вот помогаю и по созданию сайтов, поскольку по образованию технарь закончил прикладную информатику, и по медиаосвещению, поскольку это вот моя конкретная сегодняшняя деятельность. Ну, кроме того, что я православный, я еще занимаюсь иконописью. И вот опыт, который нам позволил провести выставку икон иконописной школы в Малой Третьяковке, напротив основного здания Третьяковской галереи, тоже интересный опыт для масштабирования, ну и для того, чтобы понять, как эти мероприятия можно организовывать. Собственно, вот в этой орбите мы сегодня можем с вами пообщаться, с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы. Ну, желаю приятного времени, надеюсь, буду интересен для вас. Коротко о своих тематических изданиях. Это абсолютно мои проекты, которые я создал, будучи еще студентом. Третьяковская Москва – это молодежное средство массовой информации, которое в этом году отмечает юбилей 10 лет. Я его создал, когда мне было 18 лет. Я был абсолютно таким, ну, юнцом, студентом первого курса. И мне очень было интересно развитие тематических локальных медиа. То есть, каким образом можно работать с аудиторией, но при этом иметь определенную концепцию. Наша концепция была такая. Мы делали яркий, интересный контент про Москву, без политики, без экономики, без криминала. То есть, мы освещали события, места, которые интересны для молодежи. Делали это в ярком формате, в таком вирусном, с легкими провокациями, ну, без пошлости, естественно, абсолютно, на концепции добра и любви. И вот у нас получился такой проект замечательный. Сегодня это средства массовой информации зарегистрированные. И кроме этого, это еще и товарный знак, типичную Москву. Мы понимаем, что любой проект, это еще и ваша интеллектуальная собственность, которая необходима. Пошли. Типичную Москву мы изначально начали как сообщество ВКонтакте. Сегодня это сообщество 68 тысяч человек. Можно найти его, вбить в поиске. Она у нас с галочкой верифицированная. И сегодня мы не просто паблик ВКонтакте, мы еще и сообщество людей, которое любит Москву, которое организует мероприятия разного характера. И вот этот вот опыт, когда мы были студентами, мы продвигали мероприятия, создавали небольшие, скажем, какие-то встречи. И мы это все делали без бюджетов. И этот вот опыт, он собрался и вот сегодня вылился в то, что мы уже способны организовывать благодаря этому большие медиафестивали, как это вот прошел 12 июня на ВДНХ. Второй проект «Люди в культуре», о котором я сказал, это тоже очень живой проект. У нас в ВКонтакте 43 тысячи человек, и в Телеграме 2,5 тысячи, в Фейсбуке 13 тысяч. Это проект, который помогает молодежи найти себя в сфере культуры. А именно, участвовать в откликах, в волонтерских проектах, попадать в кадровые резервы учреждений культуры, находить возможности и опен-колы для участия в разных конкурсах, грантах и так далее, в сфере креативных индустрий и культуры. Сегодня вот этот проект у нас в охвате суммарно около 10-12 тысяч человек, которые ежедневно заходят и смотрят наши вакансии. Но у нас напрямую, например, размещают вакансии большой театр, Третьяковская галерея, небольшие библиотеки. И в рамках этого проекта мы тоже организуем мероприятия. Эти мероприятия нацелены на развитие личности, его потенциала. Мы проводим карьерные консультации с людьми, профориентационные сессии. И это как раз-таки тоже относится и к молодежному служению, поскольку мы помогаем людям определиться с их будущей карьерой, помогаем дать определенный смысл того, что свою жизнь необходимо потратить во благо и служить во благо обществу и окружающим людям. Благодаря этому проекту у нас есть огромное количество связей с разными учреждениями культуры, в том числе и организаторами, и владельцами заведений разных, которые размещают у нас свои вакансии. Вот 28 августа мы в Москве проводим первый маркет культурных вакансий. Это вот я о себе чуть-чуть рассказываю, чтобы был понятен масштаб и масштаб событий, которые нам удается организовывать. Ну вот сегодня «Типичная Москва» — это такой мультиформатный проект, где мы поддерживаем разные инициативы, рассказываем об интересных местах. И у нас абсолютно такая светлая повестка. Мы понимаем, что мероприятием и приходом различным, и фестивалем связанным… Вот, например, мы были партнерами, и мне удалось, посчастливилось даже поучаствовать в интервью с Патриархом в рамках Международного молодежного православного форума, который проходил в 2018 году. И это все вот благодаря деятельности, связанной с журналистикой, со СМИ. Но я отношусь к журналистике и к СМИ немножко по-другому, чем относятся большинство, скажем, моих коллег по цеху, молодых журналистов, которые ищут везде какие-то проблемы, какие-то сложности. Я считаю, что журналистика и вот возможность медиа должна идти во благо окружающему и во благо в том числе и молодежному церковному служению. Поэтому мы всячески, как СМИ, поддерживаем мероприятия. И здесь первый важный тезис. Важный тезис – это взаимодействие со СМИ, постоянная работа с тематическими, локальными средствами массовой информации. Вот, скажем, наш фестиваль «Медиа Россия», который мы проводили 12 июня, поддержало более 30 средств массовой информации абсолютно без каких-либо бюджетов. То есть мы никому не платили деньги. Мы сделали правильную рассылку, правильно составили пресс-анонс, правильно составили адресат и обращение к адресату. То есть либо к редакции, либо к конкретному журналисту, который отвечает за эту рубрику. Я, как главный редактор средств массовой информации «Типичная Москва», каждый день получаю на свою почту, вот инфо «Собака Типиклумосква», получаю более 50 разных сообщений, приглашений, аккредитаций. И уже там, имея буквально, скажем, 5-10 минут, я могу из этой всей входящей корреспонденции определить, какие мероприятия достойны внимания для массового освещения, а какие мероприятия, ну я вижу, что они такие начинающие, не совсем правильно оформленные, ну и, соответственно, конверсия у таких рассылок будет намного ниже, чем у анонсов и запросов, которые составили правильно и по всем стандартам. Я об этом тоже сейчас покажу и расскажу. Собственно, вот как мы работаем. Это очень важно, поскольку вопрос продвижения любых мероприятий, он напрямую связан с тем, как же работает редакция, какая редакция перед вами и с каким СМИ вы хотите взаимодействовать по освещению мероприятия. Освещение мероприятия в СМИ – это один из блоков продвижения мероприятий без бюджета. Ну вот, собственно, я вам расскажу, каким образом мы работаем. У нас есть редакция, есть ответственность за каждую из рубрик. Соответственно, этот ответственный из каждой рубрики получает себе тематические анонсы для размещения. Поскольку мы являемся агрегатором событий, которые проходят в Москве, нам важно по разным категориям Москвы освещать эти мероприятия. Это может быть культура, спорт, досуг, развлечение, музыка, концерты, образование, какая-то духовно-просветительская работа. И очень важно понимать точечно, кто же работает в этой редакции на этой именно должности. Это делается очень просто. Можно обратиться в редакцию, ну, собственно, как это происходит вживую. Мне звонят на общий номер редакции, уточняют контакты редакторов или ответственных за данную рубрику, за данный материал. И в дальнейшем уже ведется коммуникация с этим редактором. По согласованию с главным редактором, конечно. Вот получается таким образом, что мы каждый день размещаем, ну, у нас около 10 материалов в день выходят. Среди них есть где-то около 3-4 материалов, связанных с событиями. Ну, в период пандемии, конечно, их было меньше по понятным причинам. Но сегодня именно статистика и данные именно такие. Кроме этого, у нас есть авторы, журналисты и эксперты, которые являются клумнистами авторами на нашем сайте. Коммуникация с такими авторами, она очень полезна. И это достаточно легко определить, зайти на любую статью из схожей тематики и увидеть авторов. Кто же автор этой статьи, найти его в социальных сетях, в LinkedIn, в Facebook, в ВКонтакте, в Instagram. Сейчас все журналисты, все редакторы присутствуют в социальных сетях. И прямое обращение к каждому из них увеличивает шансы на то, чтобы ваш анонс или ваш материал был опубликован в этом средстве массовой информации. Я это говорю вам именно как редактор, как человек, занимающийся СМИ. Поэтому прямые адресные рассылки – это самый действенный способ. В топах моих рекомендациях еще по продвижению мероприятий присутствует такой пункт, как массовая рассылка по средствам массовой информации. Ну что это такое? Мы берем специальный сервис типа MailChimp или SendPulse, может быть слышали про такие сервисы, которые позволяют делать… Там есть у них бесплатный тариф, ну например у MailChimp есть возможность отсылать до 2000 адресатам бесплатно сообщение, какой-то текст. То есть делать массовую рассылку. Мы тоже это проводим при продвижении собственных мероприятий, но мы понимаем, что конверсия от этих массовых рассылок мала. Почему мала? Потому что, как я уже сказал, такие средства массовой информации, особенно популярные, крупные, получают огромное количество анонсов. И попасть именно в зону внимания конкретного ответственного человека очень сложно через почту, но намного проще найти его контакты в социальных сетях и предложить ему сотрудничество в социальных сетях. Скажем, вот сегодня из 50 анонсов, которые мне приходят на почту ежедневно, я выбираю, публикую, передаю авторам, своим координаторам ответственным около 3-5 анонсов. И еще увеличивает вероятность попадания в эфир то, что со мной свяжется кто-то в социальных сетях и расскажет более подробно о мероприятии или мне напрямую позвонит. Поэтому прямое взаимодействие адресное с журналистами, с редакторами или с пиар-менеджерами издания очень важно. Ну, наш сегодняшний проект «Типичная Москва» это такой очень широкий спектр разных возможностей и для авторов, для журналистов и для наших партнеров. Поскольку у нас есть интерфейс для партнеров, это владельцы мест, каких-то либо организаторы событий, которые могут предлагать эти мероприятия непосредственно нам на модерацию. И надо еще сказать, что наши средства массовой информации все эти новости отсылают в Яндекс.Новости, новостной агрегатор СМИ-2 и Гугл.Новости. Вот здесь тоже хочу обратить на это внимание. Люди, которые занимаются организацией мероприятий, они всегда понимают, как работают эти новостные агрегаторы. Это очень важно. Попадание анонса вашего мероприятия в Яндекс.Новости позволяет создать ветку, так называемую, на Яндекс.Новости, куда будут в дальнейшем подкрепляться новости из схожей тематики, по названию, по контенту и создаст вот эту лавинообразную систему поддержки мероприятия. Это было в рамках нашего мероприятия 12 июня. Получилось так, что наша типичная Москва входит еще информационно сотрудничать с медиагруппой Патриот. Это медиагруппы, в которую входит федеральное агентство новостей, National News и так далее. Но достаточно крупные, 360. И мы взаимно поддерживаем какие-то актуальные друг для друга новости. Абсолютно бесплатно, это просто информационная поддержка, но работает крайне эффективно. И так получилось, что вот когда у нас мы организовали мероприятие 12 июня, мы опубликовали в двух СМИ, которые индексируются в Яндекс.Новости, анонс мероприятия. И создалась ветка. И благодаря этой ветке остальные новости туда подкреплялись. И СМИ другие уже видели, что создана ветка по данному событию. И им было уже интересно тоже попасть в эту ветку. И нас, кстати, поддержало и агентство новостей Москва, Вечерняя Москва, Москва-24, Московский комсомолец и другие крупные СМИ. Абсолютно бесплатно, благодаря тому, что мы правильно понимали алгоритм взаимодействия с Яндекс.Новости. Поэтому вот если вы организуете, скажем, ну понятно, что разные мероприятия разного масштаба. Масштабы проходят. Есть мероприятия, для которых не требуется поддержка федеральных СМИ, как это было у нас в рамках мероприятия в павильоне России «Моя история». Но если мероприятие носит масштабный характер, то освещение новостей в каких-то крупных локальных СМИ и создание этой ветки в Яндекс.Новостях – это крайне необходимая вещь. Кроме этого, это очень хорошая репутационная история для того, чтобы в дальнейшем создать некий отчет или просто показать о том, с какими СМИ мы взаимодействовали, о том, что это все было индексировано в системе Яндекса. И это хорошо позволяет органически увеличить узнаваемость бренда либо организатора мероприятия. А можно вопрос внизу? Что написано? Вот синяя такая штука. Значит, вот это возможности, которые у нас есть. Мы как проект, как медиапроект «Типичная Москва», будучи средством массовой информации, ориентированы в первую очередь на молодежь. Мы должны работать с молодежью на молодежном языке и освещать, и работать в рамках трендов, которые есть. Мы их не можем изменить, но мы можем в них строиться и постепенно навязывать свою миссию и концепцию. Значит, здесь TikTok, Facebook, Instagram, VK, понятные? Понятно, да. Spark AR. Кто-нибудь слышал, что такое Spark AR? Нет. Это инструмент, созданный в Facebook, который позволяет создавать виртуальные маски. Вот, скажем, когда была пандемия и нельзя было выходить на улицу, наши медиа создали маски с фоном Москвы, и любой человек мог в нашем Instagram-профиле сделать селфи, но не на фоне какой-то домашней стены, а на фоне популярных мест Москвы. Храм Христа Спасителя, Воробьевы горы, Москва-Сити и так далее. И это вот такой элемент мягкой силы. То есть мы понимаем, что, вот, скажем, есть какие-то места узнаваемые. И часто в подборках каких-то путеводителях почему-то избегают храмов, посещения храмов, церквей. Вот мне вот это не нравится, например. Я хочу, чтобы вот с использованием современных технологий, там, TikTok, Instagram, виртуальных масок, вот эти наши ценности и традиционные, и исторические, и культурные, они были туда интегрированы. Поэтому вот мы, например, там на первом месте у нас была маска с фоном Храма Христа Спасителя. Чтобы вот тем самым, поскольку у нас светская аудитория читателей нашего СМИ, мы хотели бы, ну, часто упоминать вот эти вот места, красивые фотографии, связанные с храмами, с какими-то усадьбами, с монастырями, там, с историческими событиями, связанными с, там, допустим, с освобождением от польской интервенции, да, вот об этих актуальных событиях надо постоянно говорить. Вот. И мы, благодаря вот этой технологии с парка ИР, решили встроиться вот в такой вот тренд. Другие люди создают маски, там, не знаю, ну, какие-то кривые рожи делают, или еще что-то, но это, ну, как бы, мне кажется, что это глумление над образом и подобием Божиим, да, над человеком, когда вот эти вот маски какие-то уродливые, мы хотели сделать что-то полезное при этом. Да, поэтому, поэтому надо понимать, что технологии нам даются как некий фундамент, а то, что мы будем накладывать на эти технологии, это уже вот от нашей ответственности, от нашего мировоззрения зависит. И вот для меня было абсолютно очевидно, что если мы делаем, скажем, тот же ТикТок, вот все говорят, там, ТикТок, там, какая-то публика, но просто их и контент какой-то не очень. Но надо понимать, что этот контент создают сами пользователи, сами люди. Вот мы зашли в ТикТок, и я, ну, там, ну, так скромно схожу на службы и решил, там, в воскресенье выкладывать видео просто вот колокольного зла. Так я поехал в, ну, Переделкино, в храм Игоря Чернидовского, поскольку я сам Игорь тоже мой правитель. И заснял, ну, просто панораму. Так эта панорама у нас набрала, там, что-то 5 или 6 тысяч просмотров. Притом это был абсолютно пустой профиль. Очень много лайков, там, по-моему, 200 лайков, разные комментарии, о, типа, как здорово, все писали. То есть это вот тоже элемент продвижения, но почему-то у всех есть какой-то стереотип, что если это ТикТок или там социальная сеть, то там одна пошлость и что-то плохое. Нет, это вот это мировоззрение надо себе немножко поменять и понять, что если там есть какой-то плохой контент, надо создавать хороший контент. И вот мы, как средство массовой информации, меня за это тоже часто критикуют, особенно какая-то светская часть аудитории, говоря о том, что слишком большой уклон, там, на какие-то темы. Ну, я считаю, что у нас освещение там православия в нашем СМИ, будь то мероприятия или люди, или проекты, которые связаны с православной работой, ну, там, 1-5% от общего контента. И я считаю, что, ну, мне как православному человеку это просто вот, ну, это моя личная потребность и необходимость. Это моя личная миссия в рамках деятельности этого средства массовой информации. Поэтому поддержка православных мероприятий, мероприятий, связанных с молодежным служением, с какими-то фестивалями, которые организуют те или иные приходы в Москве, или епархии, скажем, там, Сергия Посадская, например, епархия. То есть мы стараемся это все поддерживать. Вот такой вопрос, что у вас сугубо светские мероприятия публикуются? Ой, не, не, сугубо религиозные, или светские тоже? На типичной Москве у нас 1-5% от общего контента это вот посвященный там православию. Весь остальной 95% это светский контент. Можно как-то к вам обратиться, потому что у меня есть одна большая группа ВКонтакте через вас? Пожалуйста. Контакты есть на языке. Ну вот у нас средства массовой информации, типично Москва, 68 тысяч человек. Мы с чем городские события, они абсолютно разные. На моей странице тоже публикуются это мероприятие? Можно за этим смотреть? Выходить через вас. Сделайте. Пожалуйста. А приедуешь ссылку? В инстаграме. Это вот релиз будет в следующий спикер. А можно еще ваше субтитры? Да, да, давайте я сейчас... Вот, значит, смотрите. Ну, спасибо, что такой интерактив живой. Лучше так. То, что у нас время есть, мне дали там 4 часа, но я буду с удовольствием отвечать на ваши вопросы до ночи. Вот, смотрите. Следующий. ВК мини апс. Что это такое? В ВК ввели мини-приложение. Мини-приложение ВК. Может быть, кто-то видел. Там разные игры, викторины и так далее, и так далее. И мы, опять же, сделали... Вот мы были первые, кто сделал расписание общественного транспорта в ВК. То есть человеку не нужно заходить ни на Яндекс.Метро, ни на какие-то другие альтернативные вот эти вот таймшедл, вот эти вот расписания такие, да, специальные там типа РЖД и так далее, чтобы увидеть расписание электричек, метро, автобусов, трамваев, троллейбусов. И вот подобное расписание мы сделали ВК, чтобы человек не уходил из социальной сети, не уходил из нашего сообщества. Поскольку мы ориентированы на городскую публику, то мы должны создавать вот такие вот, скажем, нишевые полезные инструменты для взаимодействия. Но почему я вот говорю про ВК Мини Апс? Это открытая платформа, где любой человек может, ну, обладая там, конечно, небольшими знаниями, навыками в IT, мог бы создать что-то полезное для своей группы ВКонтакте, например. Использование возможностей социальной сети ВКонтакте – это возможности роста. Ну, например, вот слышали ли вы, что сейчас в группе ВКонтакте можно, ну, понятно, там делать эфиры, делать сториз, ну, например, появился, вот у нас появилась кнопка с размещением вакансий от группы, размещение объявлений от группы, размещение услуг от группы, размещение подкастов. То есть сейчас вот группа ВКонтакте – это не просто лента новостей, это огромное количество каких-то, это целая экосистема, которая там взаимосвязана. Ну, например, объявления связаны с сервисом Юла, сервисы работы ВКонтакте, связанные там еще с их каким-то проектом. То есть вот это вот все позволяет увеличивать медиаохваты наши. И мы вот всегда это стараемся задействовать и отслеживать вот эти вот тренды. Почему я вот про Spark AR решил сюда добавить? Потому что для нас это вот прям такая технология, которая позволяет мягкой силой навязать какие-то смыслы, ну, навязать, конечно, я имею в виду, продвинуть какие-то смыслы через вот этот вот тренд, да, там создание интерактивных массок. Да, это чуть-чуть сложно, да, это не просто там сесть и картинку сделать. Для многих и картинку сделать, сесть сложно. Но если мы говорим про то, чтобы конкурировать и конкурировать вот с этими вызовами, которые перед всем обществом стоят, и православным обществом в том числе, мы должны все сами быть вообще умными людьми, да, мы должны быть осведомленными и в трендах, и в технических быть подкованных, Мы замотивированы это все делать, создавать и поддерживать друг друга. Вот мы там как средства массовой информации, я не знаю, вот еще там, ну, есть там православные средства массовой информации, там Царград, я не беру вот эти вот профильные. Но если посмотреть количество контента и какие мероприятия публикуются в крупных средствах массовой информации, ну, просто глаза начинают, ну, не кровью, но слезами обливаться. Поэтому взаимодействие со СМИ для вас, если вы занимаетесь организацией мероприятий, это крайне важный момент. Это момент того, чтобы они знали, что есть организаторы мероприятий, что они хотят, чтобы их поддерживали в средствах массовой информации. И если средства массовой информации ответственные, редакторы ответственные, люди, которые, скажем, ну, сопереживающие всем проблемам и всем вызовам, которые стоят перед обществом, то уверенно они поддержат. Ну, вот, скажем, мы одни из таких средств массовой информации. А можно вопрос про Яндекс.Новости? А как эта ветка работает? Это какой-то у вас алгоритм? Значит, да. У нас на сайте, наш сайт построен по модели WordPress. Это второй, вот, я хотел бы еще сказать о втором тезисе для организаторов мероприятия. У нас у всех организаторов должны быть сайты, не только социальные сети, не только там страничка в Инстаграме. Мы должны быть вообще вот мультиформатны во всех форматах. То есть для каждого формата, для каждой социальной сети иметь свой формат. И наличие сайта – это крайне необходимая вещь. Вот, скажем, что мероприятия по Медиа России, которые мы делали на ВДНК, что мероприятия по маркету сейчас, что какие-то, ну, скажем, крупные фестивали, там, связанные с молодежью, они все нуждаются в определенном лендинге или в промо-странице. Эту промо-страницу можно создать сегодня, используя ряд конструкторов. Ну, там, Тильда, есть WordPress. Вот наш сайт, вот кто-то сказал, да, про WordPress, знает. Вот наш сайт, типичная Москва, построен по модели WordPress. И я это выбрал не зря, эту модель. Во-первых, она, ну, бесплатная. Это было просто на моменте, когда мы становились как проект и как сайт. И, кроме этого, она позволяет использовать огромное количество разработанных плагинов. Потому что система WordPress, экосистема, это такая международная крупная система, на которой размещается там 35% всех сайтов вообще в мире. И там огромное количество плагинов. Вот плагин, один из плагинов, который позволяет транслировать в Яндекс.Новости, новости, которые вы выбираете, ну, то есть редакция, которая выбирает. То есть технически есть такой инструмент, он абсолютно легко настраивается. Ну, опять же, для организаторов событий я всегда рекомендую конструктор WordPress, потому что огромное количество шаблонов там имеется, бесплатные шаблоны, которые легко, ну, если есть некоторые там навыки и усидчивость, разобраться с этим максимально просто. Наличие сайта, во-первых, позволяет вам, а, индексироваться в поисковой выдаче, в органическом трафике, там, через Яндекс или через Гугл, вы можете анализировать эти запросы по Wordstat. Скажем, вот мы решили взять и занять вот эту нишу по Медиа России, да, чтобы запрашивая Медиа Россию, поскольку мы будем этот фестиваль проводить ежегодно, мы хотели вот, чтобы человек, который запрашивает Медиа Россию, мы бы там были на первых местах. И понятно, что для этого нам необходим сайт с правильно прописанными ключевыми словами, с правильно прописанными атрибутами, там, и всем описанием. Для организаторов мест, для любого прихода, это крайне важно. Вот я сейчас создавал сайт для отдела по физической культуре и спорту Сергио-Посадской епархии. То есть там есть специальный отдел. Они бы могли в рамках своего сайта общей епархии размещать какие-то анонсы, но они пошли по правильному пути, и вот мы, я просто с ними близко взаимодействую, мы им создали сайт, там, spesport.ru, то есть Сергио-Посадская епархия спорт. И это вот, я считаю, абсолютно правильный запрос, потому что на этом сайте видны расписания, видны отчеты, видны партнеры, с которыми они взаимодействуют, видна команда, состав правления, и виден целый оргкомитет. То есть они как бы создали такую ячейку, благодаря которой, на которой можно найти всю информацию, анонсы и репортажи с проходящих мероприятий. Вот любой приход, любой храм должен иметь вот такой вот обновляемый сайт. Ну или если вы как организатор, как какой-то, скажем, молодежный клуб, при храме, например, условно, как часто это бывает, я рекомендую тоже, чтобы был отдельный сайт. Это, во-первых, это позволяет людей привлекать. Они видят, что вы более серьезная структура, да, чем если вы просто там где-то скажете, вот мы там, или на сайте, у нас там при храме действует молодежный клуб. Сегодня молодежь, она очень, даже православная молодежь, прошу прощения, нет. У нас очень, ну, требуемая молодежь, и поэтому мы должны быть с ними на одной волне. Ну, это, в общем-то, понятный такой тезис, паттерн, но его необходимо решать практическим образом. Вот я всем рекомендую такой сайт создать. Пусть самый примитивный, на бесплатном шаблоне, там подключить собственный домен и просто публиковать анонсы, какие-то общие фотографии. Это создаст общую еще библиотеку ваших данных, да, некую хронологию. Почему это важно? Это важно, чтобы человек, который заходит на эту страницу, мог увидеть и проанализировать, а вот какие там события проходили, а какие партнеры, а какие фестивали, а как можно записаться волонтером стать. Вот это вот взаимодействие постоянное на, вот скажем, как на сайте отдела по делам молодежи, вот Кирилла Сладкова, там есть и карта приходов, и есть возможность записаться, стать волонтером, и курс, который они сделали по молодежному служению, вот где я принял участие, как приглашенный эксперт, рассказывает про мероприятия. Поэтому вот эти все моменты, это все элементы продвижения мероприятий в глобальном смысле, не разово, да, то есть мы должны научиться, то есть не один раз там какую-то рыбку поймать, а научиться это делать систематически, постоянно, да, чтобы эта работа велась и только увеличивалась. А для этого должен быть хороший фундамент. Так, и дальше. Я попрошу организаторов по времени меня ориентировать, если вдруг... Время есть. Да, хорошо. Собственно, здесь я сейчас чуть-чуть ускорюсь, но на важных моментах буду акцентировать внимание, но все эти моменты, они как бы складываются в общую структуру. Это вот афиши, почему я их решил здесь еще разместить. Друзья, вот визуальный образ любого мероприятия, ну, что о нем говорить, да, это крайне важный момент. Мы, вот, что маркет вакансий, который у нас сейчас пройдет 28 августа, что Медиа Россия, мы хотели использовать, ну, такие яркие, понятные афиши, которые не стыдно распечатать, не стыдно где-то повесить, которые, там, указывают партнеров, с которыми вы взаимодействуете, указывают, где указана атмосфера, место. И вот это вот все создает определенное позитивное восприятие вашего мероприятия. То есть, когда просто делается афиша, там, напиши время, дату и гостей, там, и это все каким-то простым шрифтом сделано, это не находит отклика у молодежи. Ну, давайте работать вот ярко, интересно. Вот мы в данном случае использовали крупные шрифты, использовали один конкретный визуальный образ, который соответствует с тематикой мероприятия. То есть, если это Медиа Россия, то у нас была такая очень троица, да, Россия моя история, павильонного ДНХ, день России 12 июня, и название фестиваля Медиа Россия, поэтому мы решили вот это все обыграть в таких и цветах, связанных с триколором. То есть, сделать триколор модным, вот это тоже очень важная вещь, потому что, ну, чтобы у людей не было какого-то негативного восприятия нашего флага. И вот маркет вакансий тоже в фирменных цветах, в фирменном шрифте, который узнаваемый, и крупный шрифт, понятная концепция мероприятия. Это тоже элемент, пусть понятный, да, для всех, но почему-то многими игнорируется. Найти, опять же, волонтера или человека, который может сделать такую афишу, ну, достаточно несложно. Кроме этого, еще вот практически полезный совет. Есть такие сервисы, как иностранные фотобанки, банки, где хранятся разработанные уже какие-то шаблоны, афиш. Канва, вот я хотел о ней сказать, да, конструктор, да. Вот Фрипик, например, да, есть такой вот сервис фрипик.ком. Как еще? Фрипик.ком. Можете впить, ну, там, по-моему, .ком или .ком. Канва тоже как сервис, вот. Ну, и находить вот на разных, можно иностранных сайтах, шаблоны афиш, да, в формате фотошоп, где вы просто меняете картинку, меняете шрифты, подгоняете стилевую композицию. Но это сделать намного проще, чем с белого, с чистого листа начинать. Конечно, это советы, ну, поскольку мы исходим из темы, да, что мы, у нас ограниченные ресурсы, и у нас нет финансовых затрат на то, чтобы, там, вкладывать в дизайнера, в какого-то, там, в целый отдел по работе с визуальными образами, то мы исходим из того, что мы должны сделать максимально высокое качество, при этом затратив максимально небольшое количество усилий на это. Вот, собственно, вот эти вот афиши тоже разрабатывали мы, никаких не имея затрат. И еще вот крайне важный момент, да, вот мы всегда внедряем авторский хэштег, ну, допустим, «Медиа Россия», указываем его, и в дальнейшем связываем со всеми анонсами, чтобы также видеть хронологию в социальных сетях, и постоянно мотивируем людей на этих мероприятиях указывать этот хэштег. И специально для людей, которые, скажем, там, сделали большее количество фотографий, или какая-то фотография набрала больше лайков, мы даем приз. Вот в рамках «Медиа Россия» мы собрали на миллион рублей подарков, ну, то есть не денежно, а вот номинально, то есть нам книги выдали, сертификаты гостиницы одна выдала, 10 сертификатов по 10 тысяч, там разные, ну, в общем, разные подарочные, скажем, наборы, которые мы дарили нашим спикерам и гостям. Мы это собрали абсолютно вот без каких-то затрат, чисто просто на переговорах, правильно адресованные, составленные обращения к организациям, к бизнесу, и постарались их привлечь. Мы понимали, что мы не можем собрать спонсорские деньги на организацию этого мероприятия, но мы собрали вот подарки, которые спикеры были в восторге. Игорь, а можно вопрос? Да, давайте, да. Небольшая ремарочка и в то же время вопрос. Вот QR-коды же еще иногда вот, извиняюсь, присобачивают, да, и потом, чтобы удобнее было перейти сразу, да, если это где-то на улице, банок будет? По нашему мнению, вот QR-коды являются малоэффективным. Да, ну вот есть специальные сервисы, которые позволяют генерировать QR-код. И там у этих сервисов есть количество обращений к этому QR-коду. Можно там посмотреть статистику. Она, ну, небольшая. У нас просто не было в этом необходимости перегружать, хотя я, ну, в зависимости от тематики мероприятия. Например, это эффективно сделать, если у вас, особенно вот в период ковида, да, когда там нельзя было какие-то печатную продукцию раздавать, ну, не рекомендовано, можно было бы сделать один там какой-то баннер или транспарант и на нем распечатать QR-код, где была бы адресация к расписанию мероприятия, чтобы человек уже на своем экране видел расписание, там, текущие залы и так далее. Это, да, это эффективный способ для внутренней навигации на мероприятии. А, скажем, на афише мы понимали, что это делать не стоит. Почему? Потому что человек эту афишу смотрит со своего экрана, зачастую с мобильного телефона. И чисто физически он этот QR-код не сможет просканировать. Если мы где-то распечатываем и вешаем эту афишу, то, ну, может быть. Нет, я имел в виду, если распечатывать. Да, если распечатывать. Но распечатывать это тоже затраты и так далее, и так далее. Поэтому, ну, мы для себя поняли, что лучше сконцентрироваться на онлайн-продвижении. Оно более эффективно, если правильно. Онлайн-продвижение, вот второй вопрос у меня здесь тоже, вот, это же как бы, ну, условно-бесплатно. Потому что, да, сервисы есть, да, грубо говоря, конструкторы, но, допустим, тот же Инстаграм, тот же ВКонтакте, чтобы продвигать реально, нужны деньги. Да, смотрите, вот, да, смотрите, вот типичная Москва, наш проект, как паблик, сегодня имеет аудиторию в 68 тысяч человек. Количество, где-то примерно 20-25 тысяч мы сделали, вот, подписчиков, абсолютно не вложив ни рубля. За какое время? За где-то полтора года. Почему? Мы создавали яркий вирусный контент про Москву, он был новый. Мы делали мемы про Москву. Ну, может быть, помнят вот эти типичные, да, люди, вот, скажем, помоложе, помнят вот этот тренд был, там, типичный школьник, типичный студент и так далее. Мы решили эту концепцию перенять и на городской контент, на городские новости, на городские места. И решили, ну, как бы не высмеивать, да, в плохом смысле, а создавать интересный контент, какой-то новый взгляд на жизнь в Москве. Ну, например, что это такое? Ну, вот, для Москвы очень актуальны такие проблемы, как пробки, да, или там вот у нас был очень мем популярный, там, вышел на учебу, темно, вернулся. А, вышел на учебу, еще темно, вернулся домой, возвращаясь домой, уже темно, да, то есть, типа, живу во тьме, вот. И вот, ну, вот эта вот история, то есть, вот такие вот, скажем, моменты, которые, ну, создают человеку хорошее настроение, да, позволяют посмотреть на себя со стороны, вы смеете, какие-то типичные ситуации, они позволяли нам вирусно, очень быстро расти, ну, вирусно, вирально, да, то есть набирать охват благодаря тому, что люди делились этим контентом, распространяли его у себя. Поэтому я вот, понятно, что в, там, приходе не сделать, да, такие мемы или еще что-то, учитывая всю специфику, но создавать какие-то яркие визуальные образы, создавать какой-то новый творческий подход к оформлению, там, публикации, делать какие-то рамки и так далее, это эффективная модель для того, чтобы этот контент был более расшариваемый. Понятно, что типичную Москву этот проект мы глобально наполнили аудиторией тогда, когда не было такой конкуренции, как сейчас. Сейчас там каждый практически человек имеет какое-то сообщество, там, имеет какую-то группу, паблик и так далее. Тогда нам просто в этом плане повезло, но сейчас есть и другие способы. Есть огромное количество блогеров, например, там, в ТикТоке, которые без затрат набирают, там, себе, там, сотни тысяч аудиторий, благодаря тому, что публикуют какой-то яркий, интересный контент. Вот еще один живой кейс. Я от отдела посещал Лужники, когда был день, 18 марта, день присоединения, посоединения Крыма с Россией. И там выступал Владимир Путин, и были там концерты разных звезд. И вот была одна песня, Калинка, я ее записал на ТикТок. Она набрала 250 тысяч просмотров у нас, там, тысячу лайков, тысячу, там, комментариев, очку, блядь, без каких-либо затрат. То есть и сейчас можно попадать в эти тренды. Просто нужно это все делать. Не надо, ну, как бы, если не получается с ВКонтакте попадать, там, вот, допустим, у них есть алгоритм Прометей. Кто-нибудь слышал про такой алгоритм Прометей? Прометей – это когда ВКонтакте находит интересных авторов. Прометей, да. Да, вот, это огонек такой. Вот, и он, они там просто дают, ну, много, там, сотни тысяч просмотров. Для этого должна быть уникальность, эксклюзивность, и это должен быть очень интересный новый вид контента. Для этого нужно быть креативным человеком, чтобы какую-то стандартную новость, какую-то понятную, там, скажем, историческую дату. Написать не просто, там, сегодня день памяти такой-то, а сделать что-то новое, придумать... Вы не знаете, о них где-то есть, публикуются... В ВКонтакте с авторами, группа называется. Список этих уникальных групп, есть ли у них где-то один, который... Вот у них есть групп, да, 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 вот смотрите, мы, как люди, люди в культуре, наш паблик попадал в этот Прометей. И у нас там вырос охват, там, 250 тысяч было за неделю просмотров, можно найти, тоже это скринил. Мы, благодаря тому, что публикуем уникальные вакансии от работодателей, сферы культуры, там, галереи, разные творческие союзы, это все ВКонтакте воспринял как уникальный и полезный контент. И дал нам эту Прометей, этот огонек. Как это делает Прометей? А? В чем система это Прометей? Прометей это система поддержки ВКонтакте талантливых авторов. То есть они понимают, что есть огромное количество талантливых авторов, которые создают контент, дизайнеры, музыканты и так далее, которые нуждаются в этой поддержке, нуждаются в этом многократном росте. И вот эта вот система, она оценивает весь публикуемый контент по элементам там уникальности, эксклюзивности, полезности для пользователей. И чем нестандартнее, тем больше вероятность попасть в этот алгоритм Прометей. Для того, чтобы попасть в этот алгоритм Прометей, я рекомендую вот эту группу ВКонтакте с авторами называется. Вы можете ее прямо вбить в поиски, найти и посмотреть, какие туда попадают группы, какие авторы попадают, кто освещает про... А как называется группа? А? ВКонтакте с авторами. Вот так и называется. ВКонтакте с авторами. А, ВКонтакте с авторами? Да, да. Вот у них такое название. Прямо этой группы. Это помогает группу твою раскрутить. А? Группу раскрутить, не личную страницу, где ты... Посту. Посту. Ну, например, можно же личную страницу с полезной информацией... Они тоже дают... Да, они дают Прометей на личные страницы. Например, я не раз видел у своих знакомых фотографов такую тему, когда какие-то были нестандартные новые фотографии скульптора заснятые или с каких-то новых мест. ВКонтакте оценивает полезность и, ну, как бы, новизну контента. Потому что ежедневно создается там миллионы разных публикаций. И, естественно, что, ну, невозможно все, чтобы были популярными. Популярными становятся только лучшие реально, которые находят отклик и полезность. Поэтому я рекомендую всегда использовать какие-то супер нестандартные форматы креативные к оформлению публикаций. Вот в этом залог такого, ну, скажем, органического роста. Но это мы что касательно продвижения. Мы сейчас про продвижение мероприятий говорим. И это на самом деле тоже важный момент. Вот, допустим, вы создаете... Вот многие, кстати, не знают об этом. Ну, предположим, у вас есть группа прихода, да, на которой там 2000 человек. В ВКонтакте можно создать события от именно этой группы, чтобы вы были не как частное лицо организатора, а чтобы организатор была эта группа. Вот, и это позволяет еще сделать абсолютно легальную рассылку по участникам этой группы. Как это происходит? Вот на примере нашего мероприятия «Люди в культуре». У нас группа 43 тысячи человек ВКонтакте. Значит, там в день у нас 10-12 тысяч в охвате. И мы... Там есть такая кнопка «События». События от группы. Создать события от группы. Мы создаем события. Вот этот вот маркет вакансии в сфере культуры. Группа является организатором. И там есть такая кнопка «Пригласить». И пригласить участников группы. Это не через какие-то программы делается, там, как раньше это делалось, через ВК-боты какие-то и так далее. Это абсолютно легальный способ пригласить участников группы. Там дается первая квота. Пригласить 500 участников из группы ваших подписчиков. Если ВКонтакте видят, что эти люди откликаются на это мероприятие, что это мероприятие там не какое-то там, ну, левое там, рекламное, то ВКонтакте дает еще квоту. Вот, например, мы пригласили 500 человек на это мероприятие. Ну, там прям кнопка «Выслать приглашение», «Выслать приглашение». ВКонтакте увидел, что люди там откликаются. У нас там из 500 там какое-то количество человек 40-50 откликнулось на это. Для ВКонтакте это хорошая конверсия. Они дали нам еще квоту тысячу человек. То есть вот таким образом мы из 43 тысяч человек можем пригласить этих участников на это событие ВКонтакте. Ну, понятно, что у нас есть вот эта аудитория, с которой мы уже работаем. Да, вот там я вчера записал видео, опубликал видеообращение, которое адресовал к подписчикам и пригласил их на свое мероприятие. Это тоже важный момент, да, вот видеообращение, чтобы люди видели организатора или кто берет ответственность за это мероприятие. Потому что это создает большую лояльность. И, собственно, вот разместил, оно там за сутки набрало 3,5 тысяч просмотров. Это тоже хорошая статистика, но понятно, что это уже аудитория у нас есть. Но есть приходы, есть там можно попросить какие-то партнерские группы, можно попросить, если это мероприятие там действительно касается большой части молодежи и локализовано в конкретной епархии, тогда можно обратиться к этой епархии и попросить, чтобы создать такую, ну, допустим, у них есть группа, там, 5 тысяч человек, создать события от этой группы и пригласить участников этой группы на это мероприятие. Это тоже элемент бесплатного продвижения мероприятия. Это нужно просто все вот по зернышкам складывать в общую, скажем, тарелку, и тогда получится уже не какие-то разбросанные зернышки, да, где-то там по столу, а конкретно в локализованном месте эффективные способы, которые приводят аудиторию. Этих способов, вот, там, я их сейчас буду в процессе лекции постепенно перечислять, и, пожалуйста, вы их записывайте, это, ну, действительно полезная, правильная информация, которая позволяет мероприятие продвигать без финансов. Вот, это вот конкретно сейчас передо мной стоит живой кейс, продвижение мероприятия 28-го числа, вот сегодня я приеду в Москву, еще буду продолжать делать рассылки адресно по тематическим СМИ, таким как Культура РФ, там, Радио Орфей, ну, и так далее, которые являются крупными игроками в сфере культуры, и которым потенциально анонс нашего мероприятия может быть интересен и релевантен для их общего контент-плана. Так, идем дальше. Вот этот слайд, почему, сейчас, почему я бы хотела обратить еще небольшое внимание на этот слайд. На данном слайде, это вот с нашего мероприятия, Медиа Россия, который я организовал, здесь на данном слайде представлены несколько почетных гостей. Кто эти гости? Слева, идем направо, генерал-лейтенант службы внешней разведки в отставке, писатель, журналист, заместитель председателя Совета Муфтиев России, руководителя татарской автономии в Москве, Дмитрий Певцов, народный артист России, Ольга Зиновьева, жена и соратница русского философа Александра Александровича Зиновьева, председателя Зиновьевского клуба «Премьер России сегодня», руководителя общества «Россия-Германия». Виталий Юрьевич Захарченко, экс-министр МВД Украины времен Евромайдана, 2011-2014 год. Вот его верху сражался в Киеве во время вот этой революции. Эти гости были у меня экспертами на медиафестивале. Этих гостей я лично сам знаю и со всеми с ними выстроил абсолютно дружеские отношения. Почему я это рассказываю? Я это рассказываю, потому что это люди, которые являются магнитами для массовых мероприятий. Для того, чтобы массовое мероприятие прошло успешно, недостаточно просто какое-то там содержание программы вашего мероприятия. Должен быть определенный магнит, хедлайнер этого мероприятия, который бы привел свою аудиторию, который был бы интересен для аудитории. Вот опять же к вопросу о бюджете. Многие, даже не начав еще что-то делать, уже говорят, ну без денег там никого не пригласить. Ой, без денег мы это не можем сделать. То есть все время искать какие-то оправдания того, что не можешь сделать. Это неправильный подход. Правильный подход искать эти возможности. Возможности особенно, ну понятно, что там в Москве огромная концентрация разнообразных людей интересных, но и в регионах их не меньше, особенно есть и локальные люди, узнаваемые, которые выступают там на локальном телевидении и так далее. Поэтому вот взаимодействие с такими людьми, правильная форма обращения к ним. Как, например, был приглашен Дмитрий Певцов. Вот расскажу. Значит, было составлено официальное письмо обращения к нему за моей подписью. Мы с уважением адресовали к нему обращения, написав о важности этого мероприятия, о важности и желании аудитории его услышать, услышать его посыл, поскольку он православный человек, очень являющийся большим лидером среди молодежи, узнаваемой фигуры. У него в Инстаграме 500 тысяч подписчиков. Ну это, ну, в общем, что говорить о такой фигуре. И Дмитрий Певцов, он, у него была предвыборная сейчас компания, там, то, то, то. Но он нашел время приехать и поддержать наше мероприятие. И для меня это было самой главной такой наградой, что действительно, если вы пишете грамотное обращение к человеку, грамотно ставите цели и смысл вашего мероприятия, грамотно даете ценность этого мероприятия, почему ему важно посетить это мероприятие, почему важно сказать, вот, допустим, перед молодыми журналистами, мне было важно пригласить, вот, например, человека, который, там, вот, Виталий Юрьевич, например, да, он тоже был журналистом в ранней молодости, там, потом ушел в, скажем, военное дело и вот стал министром МВД всей страны Украины. И мне было важно его мнение, чтобы он поделился о том, как это происходило, как эта трансформация среди молодежи с навязанными вот этими западными ценностями, которая привела в итоге к развалу, я не побоюсь этого слова, всей страны. И для молодежи, которая была у нас, он вызвал огромное уважение, и он раздавал свои книжки, которые сам написал, и огромное количество автографов раздал. Вот мне иногда говорили, ну, Виталий Юрьевич, там, да, такая, как бы, фигура, там, с Януковичем, но на самом деле это очень выцерковленный, интересный человек, у которого есть чему поучиться, его опыт для молодого поколения является таким очень важным. И вот, ну, понятно, что это был крупный фестиваль, но даже для каких-то небольших фестивалей, встреч, даже встреч на приходе, каких-то, может быть, ежемесячных, воскресных, там, скажем, да, там, одна какая-то большая встреча, пригласить интересного спикера, некого хедлайнера, очень ценно для того, чтобы привлечь молодежь, чтобы молодежь понимала, какая ценность в том, чтобы посещать такие мероприятия. Да, ну, друзья, вот по поводу органики, по поводу продвижения сайта, я уже говорил о том, что наличие сайта позволяет вам попадать в... Ничего страшного. Наличие сайта позволяет попадать в органический поток по запросам. Ну, например, если вот здесь способы продвижения мероприятий в Москве, на первом месте, ну, там, может быть, в топ-3, но, скорее всего, мы на первом месте, можно увидеть наш сайт. Мы специально написали статью, которая является таким лид-магнитом для организаторов мест. То есть мы как исходим, из какой логики? Что организатор какого-то мероприятия вбивает в Яндексе, как продвинуть свое мероприятие или способы продвижения мероприятий. И он натыкается на наш сайт. И открывает статью, читает сайт и видит в конце, если вам необходима поддержка мероприятия, пожалуйста, обратитесь к нам. Вот у нас это вот конкретный наш живой кейс. И таким образом мы притягиваем организаторов мероприятий, которые нуждаются в информационной поддержке. И мы их поддерживаем. То есть тем самым мы расширяем свое информационное сотрудничество. Для нас элемент продвижения СМИ, самый основной, это информационное сотрудничество с разного рода организаторами событий. Почему? Потому что организаторы события ставят наши логотипы на свои афиши, указывают на своих сайтах, позиционируют нас в социальных сетях, позиционируют внутри своего сообщества. И таким образом, вот по таким маленьким ячейкам, маленьким кирпичикам мы строим этот большой дом. Вот в этом плане я тоже рекомендую использовать, если у вас есть сайт, писать какие-то советы для аудитории, чтобы вас находила публика. Ну, например, если вы занимаетесь молодежным служением, я так понимаю, что здесь вот большая часть аудитории с этим связана, можно писать какие-то советы о том, вот как выстраивать молодежную работу, как это происходит у вас. Вот этот вот кейс-стадия, так называемый, это актуальный тренд в копирайтинге, когда новость пишется не ради написания новости, а есть вот эта вот практическая применяемость. Есть некий прикладной кейс, который был вами реализован, получил практический результат, некие цифры, которые вы можете запаковать в полезный совет для других приходов, которых, к сожалению, там, допустим, где-то работа не так получается эффективна. Вот. И вот, скажем, именно такой кейс был запакован с курсом молодежное служение от дела по делам молодежи. Но это же можно делать и про ваше локальное сообщество, указывать о том, какие успехи и какие мероприятия вы проводили. И также попадать в Яндекс, в Гугл и получать дополнительный приток аудитории. Сегодня, вот, кстати, на сайте типичной Москвы у нас 8 тысяч материалов. Вот за 10 лет мы накопили 8 тысяч материалов. Обо всем, о каких-то местах, об усадьбах, об исторических событиях, которые происходили в Москве. И вот с каждого этой новости мы получаем аудиторию абсолютно бесплатно. Мы не вкладываем в продвижение типичной Москвы в Яндексе или в Гугле не рубля. Мы получаем трафик абсолютно органическим образом через сейл так называемый, да, все очень engine optimization, ну, поисковая оптимизация в Яндексе или в Гугле. И вот мне иногда говорят, ну, Игорь, тебе легко говорить, у тебя уже проект есть там какой-то, да, у тебя есть аудитория, да, у нас там на типичной Москве там 100 тысяч в месяц это заходы на сайт. Это официально открытая статистика, ну, точнее, статистика, которую могу предоставить и подтвердить. Но вот когда мне люди говорят, они не задумываются о том, что это все было сделано абсолютно с нуля. То есть мы не вкладывали в это какие-то громадные миллионы. Мы просто работали системно, подходили к этой задаче и решали ее планомерно, не сдаваясь там и не как-то не депрессуясь из-за того, что что-то не получается. Поэтому вот написание контента, если у вас есть сайт, если есть возможность периодически выпускать новости в разделе новости, например, то этим надо постоянно пользоваться и делать. Вот, например, конкретный прикладной кейс по отделу по физической культуре и спорте Сергея Посада, на Сергея Посадской партии. Его возглавляет протеерей отец Кирилла Соколов. Может быть, кто-то знает там, слышал. Ну, он мне присылает информацию, я помогаю ему с этим сайтом, выкладываю. Вот он там провел встречу такую-то, фотография, новость. Провели служение такое-то там для паралимпийцев. Так-так-так. То есть каждую неделю там выходят какие-то интересные новости. И вот если это будет все продолжаться и наполняться постоянно, то там сайт этого отдела будет органически, без затрат, расти в поисковой выдаче, в Яндексе, в Гугле и так далее. Поэтому это очень важно. Но кроме этого, есть и другие способы продвижения сайта. Это отдельная лекция, но я хотел бы об этом сказать, поскольку мой фундамент, базис моего образования, это прикладная информатика. И я бы здесь мог бы также ответить на ваши вопросы по продвижению сайта, использовать вот эти подключения агрегаторов. СМИ-2, Яндекс.Новости и Гугл.Новости. Яндекс.Новости и СМИ-2 агрегаторы требуют регистрации СМИ. Но если есть сайт, можно попытаться зарегистрировать СМИ. Это требует затрат, но эти затраты окупаемые. А Гугл.Новости берет такие сайты без регистрации. То есть они берут, работают с источниками. Есть источники, такие как RSS-источники, там Subscribe.ru, например, которые парсят RSS-каналы и у себя распространяют на своих сайтах. Ну, это отдельная тема. Если кто-то занимается сайтами, готов ответить, пообщаться на это, с удовольствием помогу. Так, информационный бартер. Друзья, сейчас вот... Вы хотите перерыв сделать? Друзья, хотите перерыв сделать? Давайте, да. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я здесь готов ответить. Ну, давай, пять минут, да? Я здесь. Давайте. Да, пожалуйста. Так, друзья, продолжаем. Сейчас вторая часть. Продолжим тему, связанную с продвижением мероприятий без бюджета. И плавно перейдем к способу взаимодействия со СМИ. Поскольку способ взаимодействия со СМИ, с журналистами, с редакциями, как я уже говорил ранее, это такой важный элемент для продвижения мероприятия. Вот сейчас, буквально несколько минут назад, мне по телефону звонила пресс-служба одного из московских театров и приглашала на их первый премьерный показ 26 августа. И они позвонили, пригласили нас как редакцию на посетить это мероприятие. Что, о чем этот вот говорит этот момент? Этот момент говорит о том, что они активно взаимодействуют со СМИ, приглашают на свои мероприятия, тем самым повышают вот эту узнаваемость, имиджевое позиционирование в СМИ. Вот на данном слайде я вам хочу показать, каким образом это работает. Вот мы, как СМИ, активно взаимодействуем с разными мероприятиями путем информационного партнерства. Вот это мероприятие называлось «Город детали» от правительства Москвы. Было организовано тоже на ВДНХ. И там среди их партнеров были очень крупные средства массовой информации, «Вечерняя Москва», «Дайджест недвижимости» и другие. Это позволило нам, опять же, получить информационную узнаваемость, новый медийный охват. И, соответственно, для них, как для организаторов этого мероприятия, наш анонс, который мы по партнерской опции должны были разместить у себя в ленте, привлек дополнительную аудиторию. Но поскольку мы молодежная аудитория, то активное взаимодействие города и молодежи им очень было интересно. Поэтому в данном случае информационный бартер, информационное партнерство, вас, как организаторов мероприятий, приходских, молодежных, миссионерских, небольших, очень важно активно взаимодействовать и развивать информационную часть. Информационная часть – это сотрудничество как со СМИ, так и с разными блогерами, с людьми, которые являются экспертами, лидерами мнений, так называемыми инфлюенсерами. Инфлюенсерами – это тот человек, который для той или иной части какой-то аудитории является лидером, из-за которым идет аудитория. Вот я уже говорил про хедлайнеров-магнитов, которые притягивают на мероприятие дополнительную публику. Здесь же возникает вопрос в том, что взаимодействие со СМИ, особенно если у вас крупные СМИ, являются в партнерах, достаточно привести одного крупного партнера, указать в анонсе, что они являются вашим информационным партнером, и это для других средств массовой информации будет уже дополнительным, скажем, мотиватором к тому, чтобы тоже стать вашим информационным партнером. Поэтому вы, когда пишете анонс, анонс мероприятия, я говорил в самом начале своей лекции о грамотном построении пресс-анонса. Пресс-анонс должен быть структурирован по таким важным пунктам, как название мероприятия, цель мероприятия, описание гостей, хедлайнеров. Обязательно я сейчас еще слайд покажу с этими, со всеми пунктами, это общее перечисление. Самый высший пилотаж, когда нам присылают пресс-анонсы, это когда в пресс-анонсе указана справка для редактора. Внизу есть такая пометка «Справка для редактора». Для чего это пишется? Справка для редактора позволяет узнать об организации чуть больше. Кто стоит за этой организацией? За какие средства она финансируема, допустим? Либо кто является патроном, патронажем какой организации, может быть, коммерческой, либо государственной, осуществляется их деятельность? Какие главные информационные партнеры? Еще очень важно вот эта градация. Есть генеральный партнер, информационный партнер, спонсор мероприятия. И вот чем больше вы укажете дополнительной информации, чем больше вы станете прозрачными для редакции, тем больше у них будет мотивации с вами сотрудничать. Вот, скажем, когда мы организовали мероприятие «Медиа России», вот сейчас, на 28 число, мы в справке о редакторе пишем, что за проект, кто организатор, в данном случае я пишу про себя, какие наши главные партнеры. Ну, вот наши главные партнеры – это музыкальный клондайк, есть такая газета, арт-гид, сейчас всех не вспомню, портал «Гринтерн», такой молодежный портал, связанный с поиском работы в креативных индустриях. Ну, это достаточно узнаваемые локальные проекты, которые, собственно, показывают наш ориентир и нашу заинтересованность в продвижении. Поэтому для каждого мероприятия есть смысл привлекать вот таких вот лидеров, проектов, которые в своих нишах работают с вашей целевой аудиторией. Если мы говорим про приходские мероприятия, про молодежные, и понятно, что крупные СМИ привлекать, наверное, не совсем стратегически верно, но, опять же, взаимодействие с блогерами, которые есть, молодые, у которых контент, в общем-то, плюс-минус схож с чем-то связанным с добром, с любовью и с каким-то смыслом, с образованием, вот с ними надо выстраивать тесное взаимодействие. Я абсолютно более чем уверен, что такая стратегия является выигрышной. Вот как, например, я приблизился к синодальному отделу. Вот расскажу живой свой кейс. Я нашел в интернете костромской журнал «Хлеб». Может быть, слышали про такой журнал? Они очень сделали красивый каталог, красивая бумага, интересные истории, истории о любви, о приходе в церковь. Все это сделано таким молодежным, дизайном, подходом. То есть все, начиная от типографики до качества вообще тактильного ощущения вот этого самиздата, ну так называемого, да, самиздата. В общем, я хотел найти эту книжку в Москве, этот журнал и купить его. И увидел, что только вот в синодальном отделе лежит и продается эти книжки. То есть можно прийти и забрать их. Вот. Я пришел вот за этой книжкой просто по зову, да, и по интересу. И так получилось, что человек, который эти книжки там, ну, распространял, она меня пригласила поучаствовать в их беседе молодежной. Ну, увидели, что я тоже молодой человек. Мне это так понравилось. То есть я, будучи человеком тогда, не являющимся таким воцерковленным, знающим о церкви, о каких-то молодежных проектах, о миссионерстве, мне это так понравилось, меня это вдохновило. И все были такие интересные люди, предприимчивые, активные, что я вот затянулся и вот пошел, пошел, пошел. То есть вопрос в том, что зачастую какие-то журналисты, блогеры, они, может быть, вот, может быть, вы как раз можете стать вот этой ниточкой, чтобы их привести к этому, скажем, к этому состоянию такой благости и творению во благо там молодежи и духовно-нравственного развития. Возможно, вот в этом-то и заключается наша миссия, да, привлекать вот таких вот лидеров, работать с блогерами, которые, может быть, там рассказывают про автомобили, про спорт или еще про что-то, но, может быть, их фокус внимания не был еще направлен в церковь. Если они придут и увидят вот у вас там яркую, интересную молодежь, которая осмыслена, которая глубоко и позитивно подходит к жизни, я уверен, что это их может подкупить и заинтересовать. Вот в данном случае это сработало со мной, и я потом, по-моему, около года, ну, чуть меньше ходил в этот синодальный отдел по делам молодежи, просто мы общались там, обменивались какими-то, в итоге они меня пригласили на этот православный форум. Мне выдавилось честь задать вопрос патриарху в рамках этого форума, и даже вот моя фотография стоит на обложке этого видео с репортажа с этого православного форума, что меня очень вдохновляет до сих пор. И я считаю, что вот таким простым способом, просто через книжку, да, через этот журнал «Хлеб», который сыграл вот такой вот, скажем, был таким мостом, который привел меня вот и открыл для меня новые возможности. Вот. Поэтому никогда не надо себя ограничивать в дополнительных коммуникациях, и чем открытие, ну, и вот эта сегрегация людей, там, православные, неправославные, это не совсем правильная стратегия, куда важнее постараться привлечь людей и своими делами, своими результатами показать, и тем самым это более эффективное, на мой взгляд, миссионерство, чем что-то иное. Еще важно, главное начать, потому что у них вообще очень маленький был тираж в начале, то есть в 2017 году они вот все вот только-только начинали, и прям буквально на приходы там по месту журнальчиков купить. Да, да. Вот это их миссия такая. То есть я считаю, что пусть этот журнал там не знает там прям вся Россия, или, ну, может быть, о них там и среди православного сообщества не все знают о них, но вот эта вот их миссия, такой нести абсолютно новый контент, она мне вот абсолютно накладывается на мой смысл жизни, поскольку там типичная Москва тоже во многом является вот таким вот, скажем, там флагманом, локомотивом, тоже желающим нести определенный позитивный, интересный контент без политики, без криминала, без провокаций, без вот этих информационных вбросов, без игры какими-то со смыслами, и, в общем-то, без игры с какими-то нехорошими историями. Так, вот переходя к СММ, мы уже так сегодня об этом говорили, вскользь затрагивали форматы, вот я хотел просто показать формат наших новостей, что мы очень стараемся делать, если какой-то обзор мероприятий, или репортаж с мероприятия, его надо делать прямо таким максимально ярким. Ну вот, например, вот в данном случае можно увидеть запись, которая набрала 5600 просмотров про фестиваль красок. То есть мы просто одним заголовком, одним названием и одной фотографией сделали яркий контент, который люди поделились им 11 раз, 73 лайка и 5600 тысяч просмотров. Если бы мы написали длинный текст об этом мероприятии, разжевали бы там все, то это бы не набрало такой охват. В социальных сетях мы увидели такую закономерность, что наиболее эффективно работают короткие яркие заголовки. В одном заголовке, в одном-двух предложениях четко сформулирована мысль. Понятно, что есть посты отчета, есть посты благодарности, экспертов, партнеров, с которыми вы взаимодействуете. Но если есть какая-то публикация для продвижения, для того, чтобы ее сделать главной публикацией, как обложка, то лучше ее сделать максимально яркой, максимально простой. Вот я говорил про заголовок, что в пресс-анонсе очень важен заголовок. Зачастую редакции, вот в том числе и наша редакция средств массовой информации, когда получают входящую корреспонденцию на свою почту с приглашениями на мероприятие, я просматриваю только заголовки мероприятия. Такого-то числа пройдет такой-то фестиваль. Я оцениваю его потенциальный интерес для нашей аудитории. И вот чем правильнее, чем точнее они сформулируют этот заголовок, чем более он будет информационный и ценнее для аудитории, на которую он направлен, тем больше шансов у них появиться в новостной ленте и в ленте нашего афишного дайджеста. Вот здесь тоже такая вот яркая картинка. Она адаптирована под мероприятие, связанное с «Часом земли», акцией «Час земли», которая проходит в Москве. И она тоже является такой вирусный, там, ну вот, кадр из мультфильма, который по дизайну адаптировали к этой акции. То есть вот использование каких-то всем известных, узнаваемых элементов, ну, обычно из мультфильмов или из каких-то фильмов. Почему вот эти вот мемы, там, так популярны, да, там, с Робертом Дауни-младшим, да, может быть, помните, вот такие мемы, разные картинки, где подписывают разные подписи. То есть это очень хорошо работает на психологическом уровне, что есть какой-то узнаваемый, всем известный образ, но который стилевым образом адаптирован под какую-то, скажем, акцию, под какое-то мероприятие. Это работает эффективно и интересно. Ну, опять же, здесь можно подумать, если мы говорим о приходских мероприятиях, тоже найти какой-то узнаваемый образ из какого-нибудь, может быть, мультфильма или какой-то сцены и тоже ее стилизовать под продвижение вашего мероприятия. Понятно, что не все должны быть такие посты, но есть так называемые промо-публикации, которые являются некими визитными карточками, являются некими такими зацепами для того, чтобы продвигать это мероприятие для широкого круга. Если обычный длинный пост продвигать, то, ну, как я уже сказал выше, он может набрать меньше и виральный охват, и охват среди подписчиков, чем что-то яркое, такое узнаваемое. Очень, кстати, еще популярно, вот я читал аналитику и хочу ей с вами поделиться. Ну, специфика людей, она нам всем понятна, есть, естественно, страсти, проблемы у людей. Вот, например, как этим пользуются некоторые организаторы мероприятий. Делают скрины переписок, да, и в этой скринах переписки делают, ну, как бы, там, типа, а куда ты пойдешь, там, на выходных, например, а и там ответ, ну, просто вот, как бы, переписка, и там несколько картинок. И там, например, написано, ой, я пойду в храм, там, например, да, на службу, а ему там отвечают, какой в храм? А он говорит, ну, вот в такой-то там, да, там, храм, там, Игорь Чернигов, условно. И вот начинается эта переписка. И из-за того, что это переписка, ну, люди так думают, что это реальная переписка людей, но на самом деле можно сделать вот такой вот элемент геймификации, да, и таким узнаваемым образом, ну, люди любят читать чужие переписки, пригласить на какое-то мероприятие. И люди задумываются, да, люди задумываются, а что это за мероприятие? Тоже хочу пустить. То есть наша задача, вот для, учитывая, что огромный объем информации каждый день вываливается на нас, огромный объем. Мы должны исходить из какого-то, какого-то уникального образа, из какой-то уникальной стратегии продвижения. Не просто там картинка и описание, а вот что-то сделать такое креативное. Вот эти вот скрины переписок, их несложно создавать. Можно даже там с подругой просто сделать вот такой переписок, куда пойдешь на выходных, раз-раз написать, и скриншоты сделать, и выложить как публикацию. Люди к этому будут более лояльны и это прочитают. Это вот просто такой простой кейс, чтобы показать, как к вашему посту привлечь большее внимание. Может быть, для кого-то это покажется не совсем этичным, или какими-то, ну, но здесь нет ничего там нарушающего, никаких провокаций, ничего. Это просто способ визуализации информации, которую вы хотите передать для аудитории. Опять же, для каждой социальной сети есть определенная специфика контента. Для Инстаграма она одна, для ВКонтакте сейчас другая, для ТикТока третья. Ну, вот, и, конечно, глупо создавать, наверное, один шаблон публикации и распространить его по всем социальным сетям. Желательно научиться адаптироваться под требования и условия каждой социальной сети, в которой вы работаете. Но для нас, мы для себя поняли, что самая эффективная модель продвижения мероприятий лично у нас, это продвижение через вот это создание события ВКонтакте и распространение вот такого интересного контента там и Фейсбук. То есть, создание события на Фейсбуке, куда можно пригласить своих друзей и попросить друзей пригласить их друзей в это событие. Это создаст уже первой некий, некую удельную массу аудитории, которую в дальнейшем можно так же развивать и развивать. Так, промо. Еще один способ продвижения мероприятия, который активно используют организаторы в сотрудничестве с нами. это организация промо, конкурсы, ну, прямым словом, есть какой-то организатор кинофестиваля, вот, в данном случае полумюзикл, комедия о том, как банк грабили, это ЦДМ, находящийся на Фрунзенской, Центральный дом молодежи, там проходят мюзиклы. И вот организаторы, для того, чтобы привлечь внимание и повысить количество подписчиков в своей группе, в своем, ну, в своем, скажем, сообществе, они решили организовать с нами конкурс. Этот конкурс собрал 317 участников, ну, если быть точным, 283 людей, которые написали, да, сделали какое-то взаимодействие с этим конкурсом. Соответственно, мы можем говорить о том, что вот этим конкурсом за неделю, при условии того, что надо было подписаться на аналог, нас подписаться на их группу и выполнить еще одно действие, они привлекли, там, за неделю или полторы, по-моему, это проходило, 283 участника. Опять же, они выделили на это 4 билета, то есть 2 пары. Вот просто простой способ того, как через наше сообщество нам это выгодно, для того, чтобы мы привлекли аудиторию в свое сообщество, опять же, поскольку это распространялось там и на их ресурсах, и это мы создаем ценность для наших подписчиков, то есть они понимают, что они в нашем сообществе не просто публикации там какие-то видят, новости, но они еще и получают там какие-то билеты, какие-то бонусы и так далее. У нас всего, вот я специально сделал такую, такой чат обсуждения в группе, называется розыгрыши и конкурсы отзывы, то есть поскольку была проблема с тем, что люди не верили, что это реальные отзывы, точнее реальные участники этих конкурсов, я сделал эти отзывы и люди прям писали, когда они получали эти билеты, посещали мероприятия, делали обратную связь. Вот сбор обратной связи это следующий важный пункт, то есть если вы организуете какой-то конкурс, всегда обязательно попросите, чтобы они сделали фотографию на том мероприятии, на какое они пришли, или например вы там делаете конкурс на какую-то книжку, на какой-то подарок, который можете подарить, при вручении этого подарка всегда надо делать фотоотчет, надо максимально быть прозрачным для своей аудитории, это главное требование. Вот система промо-конкурсов у нас в поддержке с мероприятиями работает достаточно эффективно, ну вот как я сказал, за неделю 283 участника, это хороший показатель вовлечения. И это абсолютно кстати тоже без затрат способ. Вот успешная коммуникация, друзья, вот я здесь скриншот, ну тем, кому издалека не видно, можно будет потом подойти и посмотреть вот каким образом происходит входящая корреспонденция в наше средство массовой информации. Вот там примерно за два часа накопилось около десятка разных приглашений, там пресс-релизы, приглашения на мероприятия, разные опросы, какие-то новые проекты, которые нам вот в данном случае я там за день получаю там около пятидесяти, там, там, бывают какие-то такие массовые даты, там, типа праздники государственные, получаю около ста сообщений, и вот, ну иногда сидишь и думаешь, что там просто целый день нужно разгребать эту почту входящую, и вот уже получилось так, что я, ну, как-то интуитивно уже начинаю понимать, да, по заголовкам, по оформлению, по способу коммуникации, какая же новость, какое событие зайдет в нашем, для нашей аудитории, а какое нет. Поэтому вот модель взаимодействия со СМИ крайне важна, и сейчас мы не медленно подступаемся. Кто здесь пройдет, а кто не пройдет? Ну, давайте посмотрим. Ну, здесь вот Наталья Сергунина точно проходит, это вице-мэр, боюсь сейчас точно ее сказать, ее должность в составе правительства Собянина, а она является очень серьезным ньюсмейкером, таким первоисточником распространения новостей. У нас каждый день утром выходит новость от мэрии. Вот, допустим, я сейчас, если здесь нет этого скриншота, я вам его покажу на ноутбуке, как это происходит. Вот, новость официально выходит на сайте мэрии, ну, как основная новость, связанная с жизнью города, скажем там, в 7.15, но мы эту новость получаем еще за, ну, там, за несколько часов, там, либо утром, либо ночью мы ее получаем. И вот наша задача, у нас, вот, вот, автор специально, там, ночью мы там договорились с ней, что когда она получает эту новость, она ее делает рерайт и ставит на таймер, там, буквально через пару минут после выхода с портала Мэра. Почему? Для того, чтобы мы попали в эту ветку новостей, и чтобы мы были там в числе первых. Так делают все крупные средства массовой информации. То есть, это вот модель рерайта новостей. То есть, чем быстрее ты отрерайтишь новость, какую-то глобальную, скажем, ну, связанную с Москвой, ну, что это за новость? Ну, например, там, открытие новой станции метро, или какие-то новые развязки, дорогая ситуация с коронавирусом. Вот, я для себя принял принципиальное решение, что мы с этим коронавирусом вообще не сталкивались. не хотим, ну, вот это вот писать, сколько заболело, сколько там, извиняюсь, там, скончалось. Вот это вот вся статистика, она, вот, я, у меня есть одна из тем, да, это статистика людей, людей сводила с ума. Это психоз, массовое влияние, такое, на уровне гипноза. И я сам, иногда это вот, ну, я будучи человеком, вроде бы, со стабильной, там, психикой и со стабильным информационным, таким, скажем, осведомлением, я сам попал вот в эту вот историю, в этот круговорот, что я каждое утро там смотрю, а сколько же заболело? Ну, какая разница, там, сколько заболело? Как это вообще статистика формируется? Вообще там сложные вопросы, вопросов больше, чем ответов, особенно в начале. И вот, мы еще там, по-моему, несколько первых дней публиковали там, типа, статистику, потом я понял, что надо от этого уходить, потому что это все приведет к тому, что, ну, это вот аудиторию подсадить, как вот, ну, не знаю, там, на какие-то зависимости, не очень хорошие, которые в итоге приводят к деструктиву. А в чем деструктив? Вот, есть такая большая аналитика про тренды в журналистике в 21-22 году. Один из трендов в журналистике заключается в новой эмпатии. Вот эта новая эмпатия, они ее так обозначили. Это постковидное, вот это информационное пространство, где с психикой людей начинают работать в более позитивном смысле. То есть, вот эти вот два года во всех крупных СМИ, мировых, там, локальных, писали, сколько там, ну, умерло, какие вакцинации. И это так влияло, давило на людей, что некоторые люди, вот даже среди нашего, там, моего близкого круга, есть люди, которые до сих пор с опаской выходят, там, на улицу. И, ну, это, может быть, это в чем-то и правильно, но не в таком радикальном формате, как это происходит. И вот я четко для себя понял, что вот эти все статистики, аналитики, там, каждый день, когда присылают от разных источников эти новости, это прям вообще табу и не нужно. Но была другая проблема, с которой мы столкнулись. Мероприятий не было, места посещать нельзя. Новости льются только о здравоохранении. Это вот заболевания, вакцинация, проблемы, там, и так далее. Вопрос, что публиковать вот в этом смысле. Мы тогда для себя сделали ориентир на онлайн-мероприятия, на онлайн-образование, на вот развитие soft skills, так называемых, ну, то есть каких-то гибких навыков, которые позволяют человеку, скажем, в условиях удаленной жизни, ну, как-то хоть зарабатывать, да, это что там, копирайтинг, там, какая-то IT-работа, ну, вот в этом направлении. Хотя это было очень сложно, то есть мы, будучи городским средством массовой информации, там 90% контента посвящали городу. И тут вот наступил период, когда мы просто не знали, о чем писать, и вот пришлось трансформироваться. Но эта трансформация, кстати, не прошла зазря. У нас, мне кажется, вот это новое направление по soft skills, по саморазвитию людей, оно обрело такое, скажем, интерес аудитории, и у нас вот периодически в рубрике образования есть материалы, там, там, 10 курсов, где бесплатно там учиться, не знаю, там, ораторскому искусству в домашних условиях, да, вот такого формата. Это очень интересно, это новый, такой, формат городского контента. Значит, топ-10 методов для продвижения мероприятия. Я сегодня уже о многих из них говорил, но давайте еще раз их подытожим. Итак, взаимодействие с тематическими СМИ блогерами, лидерами мнений. Взаимодействие должно происходить постоянно, его надо к себе взять в привычку. Любое достижение успеха, это вопрос выработанной привычки. То есть, если что-то делать много раз и повторять и исправлять ошибки, которые возникают при работе с этой задачей, задача может быть решена успешно. Опять же, вот мне говорят, ну а как мы там, будучи маленьким мероприятием, организатором можем отправить на первый канал, какой-то онлайн СМИ анонс, они нас не опубликуют. Они не опубликуют первый раз, по первой рассылке, по второй, по третьей. Но если это делать периодически, попадаться им на глаза, писать им в WhatsApp, в Телеграме, находить их контакты, на Facebook, уважительно обращаться и предлагать материалы к рассмотрению, к публикации, а прям самый эффективный способ это писать там, здравствуй, я организатор такого-то мероприятия, приглашаю вашу редакцию к аккредитации, просим рассмотреть наш анонс для анонсирования вашей соответствующей рубрики. А простое обращение, официальное, доброе, без каких-либо таких просьб, особенно когда мне пишут, просьба, умоляю нас срочно, мероприятие завтра опубликуйте, это не работает, это наоборот вызывает отторжение. То есть когда там пишут срочно и куча этих восклицательных знаков, не работает, не надо так, надо лучше там заранее, там за неделю, за полторы сделать рассылку, чем за один день, там за пару часов до начала писать, чтобы они опубликовали, это невозможно. У любой редакции эфир забит там на несколько дней вперед и вставить туда либо можно что-то прям экстра срочное или экстра эксклюзивное, ну либо просто с редакцией договориться о запланируемости этой публикации. Вторая, билетные агрегаты, билетные и агрегаторы событий. Что за агрегаторы событий? Ну в Москве они такие там Куда Гоу, Туду Ту Гоу, Ваш Досуг, вот Яндекс Афиша, ну еще из основных сейчас Зовем.ру. Зовем.ру, да, можно их использовать. Ну вот Куда Гоу, например, вот вчера опубликовали на Куда Гоу наш анонс мероприятия на 28 августа, который мы вот делаем в формате маркета. И вот взаимодействие с такими агрегаторами, оно очень эффективно. У них есть специальная, такая часто у этих порталов кнопка «Добавить события», и туда можно добавлять события. Не надо стесняться этой светской публики, наоборот, наша задача эту светскую публику к себе приглашать, развивать просвещенность молодежи и аудитории. Поэтому, ну, на мой взгляд, надо это делать смело и постоянно. Так, промо-конкурсы. О них сказал, о проведении розыгрышей на билеты, на какие-то подарки, которые быстро позволяют привлечь охват. Максимальный некоммерческий пиар в социальных сетях. Некоммерческий пиар это так называемое ВП, ну, то есть взаимная промо, да, люди, которые работают. Это как раз-таки то же самое, что и взаимодействие с тематическими СМИ или блогами, только это взаимодействие с какими-то лидерами общественного мнения. Ну, например, вот есть эксперты, которые там, ну, у меня ВКонтакте две с половиной тысячи друзей, еще там около тысячи разных подписчиков. У меня записи набирают там тысячу, полторы тысячи просмотров, но это такие очень интересные все люди, скажем, такое сообщество. Какие-то мероприятия меня приглашают для того, чтобы я поучаствовал у них и рассказал об этом мероприятии для своей части аудитории. Вот я на это соглашаюсь, мне это интересно, это часть моей активной публичной деятельности, а для аудитории я даю какой-то полезный контент. Соответственно, есть взаимный интерес, взаимное сотрудничество. Поэтому формат максимального некоммерческого пиара в социальных сетях он выглядит именно вот так. Находить экспертов и активно с ними взаимодействовать, приглашать на свои мероприятия, пусть даже пригласить их как с приветственным словом, например, вот как у нас было с Дмитрием Кевцовым. Он у нас пришел на приветственное слово выступить перед аудиторией. Его приветственное слово затянулось минут на 30, и это был такой некий мастер-класс для молодежи и о ценностях, о том, куда мы идем, вообще, что нужно делать. Это вызвало широчайший просто интерес, и его после мероприятия там не давали ему продух, фотографировались все. Так, следующий пункт. Связка, лендинг, реклама, рассылка. Ну, лендинг, я говорил о создании сайта, то есть это может быть либо система конструкторов типа HTML, там, тильда, или какие-то другие конструкторы. Кроме этого, создание сайта на WordPress, есть и другие конструкторы сайта, но WordPress я больше всего рекомендую. Ну, реклама скорее относится к коммерческому пиару, мы ее можем упустить, а вот рассылка по e-mail. Вот я в рамках «Типичной Москвы» делаю еще медиашколу, и вот в прошлом году у меня было два цикла по пять занятий. Я продвигал это мероприятие через таймпад, и там люди регистрируются, вводят свои данные, имя, фамилию, e-mail. И я эти все e-mail'ы сохраняю в одну базу, в экселевскую. Сохраняю, сохраняю, сохраняю. Сейчас у меня эта база состоит из 600 e-mail'ов людей, которые, ну, потенциально интересуются темой медиа, журналистики, и когда я провожу следующий свой фестиваль, там, мероприятие, лекцию, я по ним делаю эту бесплатную рассылку через сервис MailChimp. Сервис MailChimp позволяет сделать рассылку по двум тысячам контактам абсолютно бесплатно. Есть русскоязычный сервис SendPulse, у них полторы тысячи бесплатно, и при этом рассылка не попадает в спам. Это тоже очень важно, технологически. понимаете, да, что если рассылка попадает в спам, то это плохо. Да, SendPulse, а e-mail'Chimp. Вот, поэтому накопление, вот смотрите, вы провели одно мероприятие, сделайте какую-нибудь анкету, попросите людей оставить их данные, e-mail'ы, телефоны, то есть все время надо накапливать вот эту вот взаимодействие. Вот какая самая частая ошибка? Провели мероприятие, аудиторию не зафиксировали, не дали аудиторию дальнейшую траекторию, ну, развитие и взаимодействие с вами, и просто его потеряли. Провели разовое мероприятие, все, до свидания. Это ошибка, это проблема. Чтобы не было такой ошибки, надо эту аудиторию зафиксировать, или ее зафиксировать там в какую-то базу, попросить оставить обратную связь, там, собрать e-mail'ы с таймпада, и в дальнейшем на следующем мероприятии делать вот эти вот рассылки. Для нас это крайне эффективно работает. Вот у нас сейчас на мероприятии Маркет Люди в культуре зарегистрировалось уже 450 человек, то есть там у меня есть прям полный список их данных. Но кроме этого, я проводил по мероприятию, по проекту Люди в культуре еще разные молодежные мероприятия, ну, такого небольшого характера, там, по 20, по 30, по 40 человек. И я всегда их данные сохранял. И теперь у меня есть экселевская таблица с 600 людьми, которых я могу пригласить на это мероприятие. Так, партнерство, спонсорство. Здесь, ну, как я уже говорил, это приглашение к информационному партнерству. на мероприятие. Спонсорство – это приглашение бизнеса к взаимодействию с вами, для того, чтобы они дали какие-то подарки, книжки, либо какие-то интересные опции, которые можно в дальнейшем было бы раздать участникам в виде книг или в виде каких-то сувениров. Реклама через тренды в социальных сетях. Ну, здесь, это вот, как я говорил, о форматах ТикТока. Использовать ваш стиль вашего контента в ТикТоке и не бояться быть уверенным в том, что это наберет узнаваемость и охват. Проведение лайф-эфиров, проведение сторис, использование мемов, использование таких узнаваемых образов и стилизация под эти образы свои смыслы и свои цели. Так, ну, сборы работы с MAC-адресами это для более, скажем, технической части аудитории. Если это интересно, могу об этом сказать, но это более сложная задача, которая используется скорее в коммерческом пиаре. Хорошо, напрягать не буду, но в дальнейшем это тоже интересно. Типа как парусы? Это, смотрите, MAC-адреса, это специальный, есть такой Wi-Fi-радар, который вставляется, ну, допустим, подключается к ноутбуку и все люди, которые подключаются к вашему Wi-Fi, он сохраняет MAC-адреса. У каждого устройства есть MAC-адреса. Через специальный сервис генерации этих IMEI, вот этих данных по MAC-адресам, их можно, эти данные обезличенным образом, не нарушая закона персональных данных, перевести в какую-то, ну, модель и сделать по ним таргетированную рекламу. Это использует, например, кофейни, когда вы к их Wi-Fi подключаетесь, они фиксируют ваш MAC-адрес и в дальнейшем показывают вам рекламу, например, какой-то акции. Вы там мимо прошли, там сидели, к Wi-Fi подключились, а потом вам через месяц в их соцсети пришла реклама, в ваш аккаунт, их какая-то акция. А все такие делают, да, получается, бесплатный Wi-Fi, да? Бесплатный Wi-Fi, да, сбор MAC-адресов или через бесплатный Wi-Fi можно сделать такую первую страничку, это чтобы была, скажем, история, чтобы, допустим, подписаться на ваш инстаграм. Да, так. Сценарий геймификации продвижения мероприятий. Ну, вот, кризы, опросы, ряд действий для получения билета. Это вот как раз-таки элемент, связанный с какой-то игрой или с каким-то сценарием для продвижения. Ну, например, вот что у нас было? Такая была история. Там нужно ответить на несколько вопросов, чтобы получить билет на мероприятие или получить приглашение. Ну, сценарий геймификации здесь понятен. Вопрос, какое содержание этого сценария. Здесь уже нужно исходить из каждого мероприятия, но если у вас есть какие-то примеры ваших конкретных мероприятий, можно прям подумать и как-то их, ну, стилизовать. Пригласить звезду или известную персону в качестве гостя. Это работа с хедлайнерами и с вип-гостями, которые будут притягивать аудиторию на ваши мероприятия. Ну, тоже я об этом показал и рассказал. Так, дальше. Так, когда и что писать? Здесь вопрос про написание пресс-анонсов и рассылки. Правильная схема работает именно таким образом. Вы за 2-3 месяца собираете базу, подготавливаете фактуру мероприятия, проводите согласование. За 1 месяц пишется пресс-анонс, размещается его, происходит его размещение в календарях, в новостных агрегаторах, в разных, ну, каких-то своих ресурсах. За 10-16 дней, ну, за 2 недели в среднем начинается рассылка по журналистам, согласование выходов и аккредитации журналистов на ваше мероприятие. За 2 недели почему? Потому что у многих редакций, как я уже сказал, есть определенный тайминг этого мероприятия. И не тайминг, а эфир, контента, который к ним выходит. И очень важно, чтобы ваше мероприятие попало в их эфир и в их зону интересов. За неделю повторная работа со СМИ, то есть можно им прозвонить или там еще раз написать, сказать, получали ли вы наш анонс, можно ли получить от вас обратную связь, есть ли решение по нашему запросу. То есть вот такими вот стандартными фразами можно обращаться к СМИ и получать обратную связь. В день события встретить обязательно СМИ или ВИП-гостей, или блогеров, рассказать, дать им какое-то расписание, рассказать о событии, ответить на вопросы, помочь с внутренней навигацией, обычно это делают волонтеры на наших мероприятиях. И после события обязательно те, кто к вам пришел, зафиксировать и спрашивать по поводу будет ли публикация анонсов, будет ли публикация результатов этого события. Вот, можете эту схему зафиксировать себе. Структура пресс-анонса, как я уже говорил, есть заголовок, есть краткое описание событий в нескольких фразах, есть основные абзацы для анонса, то есть очень важно, чтобы было четко понятно, когда дата, какое место, какое время, какие гости, какие партнеры, какие условия для входа и какие адреса. Ну и предложение, объясняющее, почему это мероприятие важное, то есть это некая описательная часть ценности мероприятия, почему именно средство массовой информации должно обратить на это внимание, какой социальный эффект будет достигнут публикации этого анонса и проведения этого мероприятия для общества в целом. Если вы сможете это спрогнозировать, тогда средство массовой информации будет более четко понятен ваш запрос. Например, вы проводите какое-то мероприятие, прислали им пресс-анонс и внизу пишите ожидаемый социальный эффект от мероприятия мы планируем такой, что придет 500 человек молодежи в возрасте от 16 до 25 лет, которые потенциально заинтересованы в развитии, в саморазвитии и продвижении духовно-нравственных ценностей. Мы считаем, что это важно, поскольку сейчас видим такую-то проблему количество разводов, низкий уровень демографии, уровень невежества и так далее. То есть, если по этим маякам поработать, то для средств массовой информации практически будет понятно, зачем это публиковать. полезные ссылки и сервисы. Обязательно это все скину в группу. Отдельно я уже говорил сегодня о таких сервисах Яндекс.Афиши, Куда Гоу, Туду Ту Гоу, Ваш Досуг, Рунет.ID очень хороший агрегатор для анонсов мероприятий. Они скорее такого делового практического характера, но кто знает, может быть можно делать какие-то мероприятия делового характера для православной молодежи. Это тоже часть и элемент развития. Таймпад как основной инструмент для организации людей, регистрации и взаимодействия с ними. Тильда и Кассир.ру Кассир.ру это коммерческий сервис, если вы вдруг продаете на мероприятия билеты. Так, 10 советов по тексту. Друзья, смотрите, как у нас по времени, как организатор меня... Два часа у нас объекта. Так, а сейчас сколько? Полчасика. Полчасика, да? Ну, чтобы еще на ваши вопросы ответить. Смотрите, 10 советов по тексту. Я добавил этот слайд в презентацию, но чтобы долго об этом не говорить, мы можем с вами отдельно поговорить, кто делает написание текстов. Можно прочитать их будет на слайде презентации, которую я скинул. здесь все советы максимально понятны, то есть их разжевывать, наверное, не стоит, но если кому-то вдруг нужно будет, я готов это ответить. Почему это важно? Потому что написание текста напрямую зависит с качеством пресс-анонса вашего. Это советы вообще для написания текста, которые могут быть использованы для любых моментов. текста есть. Там уже все в тексте есть. А вот можно профессионального копирайтера вообще искать? Лучше тексты хорошие были, лучше профессионального копирайтера или самому профессиональный запрепует бюджет. Самая эффективная модель это найти начинающего, воспитать его, чтобы он работал с вами. А он потом уехал. Ну, благое дело сделали. А если вы идеи на ему интересны, и вы для него являетесь лидером и таким экспертом, то он от вас не уйдет. Не хочу там хвастаться, но у нас есть такие люди. Ну, правда, это было очень сложно, сначально такого не было. Постепенно пришло, я тоже над этим много работал, но для людей в команде важно понимать какую-то долгосрочную цель, куда это все ведет, для чего это все ведет. И вот сегодня люди не только хотят онлайн все-таки работать, в каком-то онлайн проекте, им это очень важно, оффлайн реализация, поэтому оффлайн реализация в виде мероприятий, фестивалей, которые мы проводим, очень эффективно отражается на качество работы с публикой. так, чем запомнится, я сегодня уже тоже об этом говорил, что персональная рассылка для СМИ, продуманная структура письма, наличие визуализации, памятки редактору, интересные условия взаимодействия, причем интересные условия взаимодействия, это не только там взаимное размещение логотипов на афише, это кросс-постинг внутри мероприятия, это приглашение какое-то проведение экспертной зоны, последние цепля. почему? Настойчивость и тактичность. У нас сегодня, я просто это вижу, в большой части молодежи, они один раз что-то отправили, какое-то маленькое действие сделали и ожидают большого результата, но не будет от маленького действия большого результата, но это закон природы, я не знаю, как иначе это сказать. Необходимо постоянное системное это работа в любой сфере, будто в церковной жизни, невозможно один раз причаститься и все, на этом все остановился, больше не буду. Это неправильная тактика, то же самое и в работе со СМИ, в работе над проектом, одно мероприятие провести не получилось и люди многие расстраиваются, разочаровываются, все, не хочу ничего делать, не будут. Наоборот, это большое благо, что у тебя не получилось в первый раз, ты можешь реально увидеть и посмотреть на себя со стороны, какие ошибки ты допустил. Второй раз уже там чуть лучше, но тоже не получилось. Просто надо вот эту волну поймать и получать от этого удовольствия, от того, что пять раз не получилось, а на шестой раз такое сделала, что вообще все об этом знают. Лично вот у меня так это работало. Я тоже расстраивался. Понятно, что это не всегда такой простой совет к исполнению, как я об этом говорю, но просто нужно в себе в глубине души и в разуме себе сказать, что останавливаться нельзя. Вот мы когда начинали развивать эту типичную Москву, мне тоже частично люди говорили некоторые «Да брось, зачем ты это делаешь? Ну что, какое там СМИ? Государство не финансирует, бизнес не финансирует, как ты будешь зарабатывать?» И вот все время какие-то желания у людей разрушить эту систему. сдвинуть гору своими руками как-то люди не очень хотят. Все хотят очень просто что-то небольшое сделать и получить от этого максимальный эффект. Такого не будет. Поэтому только сила воли, только вот эта вера в себя, вера в то, что вы делаете на благо нашей громкими словами не хочется говорить. Во славу Божию. Для этого нужна вера. Что в вере, чтобы укреплять свою веру, нужна вера. И то же самое вера в дела. Тоже нужна вера во все. Это очень сложный, трудный путь через свои страсти, порой неверие в себя и так далее. Но если к этому обращаться, к этому тезису, нужна настойчивость и системный к этому подход постоянный, тогда все получится. А тактичность, потому что никто не любит грубых людей. Когда мне присылают, звонят, мы вам прислали анонс, почему вы его не выкладываете. Но, ребята, надо уметь разговаривать с людьми. Умение разговаривать с людьми это не меньший навык soft skills, который требуется нам всем. нас учат создавать сайты, проводить мероприятия, вести социальные сети. А учат для нас разговаривать с людьми, реально разговаривать на глубинном чувственном уровне, на уровне эмпатии, сопереживания и вселения надежды, веры в человека. У вас вопрос, пожалуйста. Игорь Александрович, скажите, пожалуйста, это, наверное, интересно всем услышать, как важно и интересно. Я услышал от одного журналиста и перенял эту фразу. Это история про то, что есть какие-то важные даты, события, скажем, день победы, например. Понятно, что это интересная дата для многих, но очень часто говорят молодежь, это же день скорби, какой праздник, зачем я слышу такое иногда в социальных сетях. И хочется сказать, что это как история может быть с Пасхой, это же праздник, это же торжество такое. Поэтому это не день скорби, это именно праздник, это радость. И вот здесь к вопросу о важности, это то, что эту важность надо передавать интересными способами, интересными, яркими способами. Желание, ну, если мы говорим про 9 мая, то вот придумывать какие-то креативные форматы, акции, участвовать в подобных бессмертных полках, например. Мы некоторое время назад тоже сделали такой проект, просто, ну, не проект, а в рамках типичной Москвы, сделали список мест, которые в Европе демонтировали за время развала, там, ну, начиная с падения Берлинской стены, да, и вот дальнейший развал Советского Союза, в Европе там более трехсот памятников советскому воину, маршалу, там, разным, демонтировали, и, как бы, нигде нет этой информации, ну, то есть, либо перевезли, либо демонтировали, как памятник маршалу Ивану Коневу в Праге, может быть, слышали эту новость, в прошлом году, к 75-летию, в апреле, в дни, когда была освобождена Чехословакия, Прага, от немецко-фашистских захватчиков, они решили на площади демонтировать памятник Ивану Коневу, который руководил этой армией по освобождению Чехословакии, от немецко-фашистских захватчиков, они этот памятник демонтировали, вот в прошлом году такая новость, меня это дико возмутило, я посчитал, что вот необходимо для молодежи не просто эту новость сказать, да, вот что, ребята, вот памятник демонтировали, ну, то есть, это правильно было бы, но нужно подойти чуть более интересно к этому, и мы решили сделать, чтобы увидеть масштаб этой проблемы, это же не частная проблема, это общая проблема, чтобы увидеть масштаб, что этот памятник это не единичный случай демонтажа, это там 300, это годами происходит вот этот демонтаж, иглумление над российским, советским солдатом и над, и не только над солдатом, и над нашим руководством, да, и над маршалами там, и так далее, и вот это вот лично меня, допустим, задело, я решил сделать, и такое прям каталомы с авторами собрались, сделали перечень таких самых больших мест, в которых там они вот в Польше, вот в Чехословакии, Иван Конев, там еще в некоторых республиках, ну, прибалтийских, в данном случае, вот, это как раз таки вопрос, как сделать важное и интересное, то есть, есть какая-то важная новость, и сделать ее интересной, вот, чем-то более глубоким, да, каким-то более исследовательским таким подходом, да, показать эту проблему в широком осмыслении, чтобы наша молодежь, которая транслирует потом, говорит, ну и что там, но хотят, пусть сносят, да, там, Чехия хочет, пусть сносят, их территория, ну, юридически-то, конечно, вот, но кроме юридической, есть еще и другие, морально-этические, если они говорят о толерантности, и говорят о, и навязывают нам модель поведения, демократии, свобода выбора, уважения, каким-то там, меньшинством условно, то почему, например, тогда вот эта ценность, двойные ценности, да, почему тогда эта ценность нами ими не уважается, и при этом, это же не разовая какая-то акция, это акция на протяжении 30 лет, проводящаяся там в семи, по-моему, странах, вот там, ну и на местах, это, да, это просто, это вот такая, я извиняюсь, что я отошел от этой темы, да, от нашей темы, да, ну просто это вот к ответу на вопрос о том, как сделать важное и интересное, то есть вот эта информация, она интересна, мне с маму было интересно, мне было интересно, сколько сносят, да, и это надо зафиксировать эту информацию, пусть вот она будет где-то, чтобы к ней потом обращаться, и чтобы люди, которые говорят, ну это там частная какая-то акция, ну снесли, снесли, просто чтобы они увидели масштаб, демонтирован, 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 демонтирован. И тогда у человека, который транслирует, скажем, европейские вот эти вот взгляды, он, если он не совсем уже там безразумный, тогда он просто поймет, что он, ну, ошибается и заблуждается в выборе страны, которая защищает. 20 минут. Я, вы извините, мне много есть, что хочется рассказать, на самом деле, я здесь широко бы разошелся, но постараюсь сократить. Так, это вот, ну, так, давайте пролистаю, что важное. Так, информационное партнерство, я бы, да. Так, рекомендации для организаторов приходских мероприятий. тоже уже сегодня говорилось о приглашении локальных экспертов. обязательно, друзья, это все, презентацию скину, пожалуйста, используйте ее там, как хотите, главное, не продавайте. не, 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 я, можете выставить, если вы хотите, я приехал. после программы. Да, значит, создание мероприятий на таймпад, рассылка по e-mail, создание промо-сайта, создание бота-расписания для телеграма, кстати, очень эффективный способ, если вы взаимодействуете с телеграм-каналом. Мы на своем мероприятии использовали такой ресурс, такой инструмент, как создание на специальном сервисе бота-расписания для, ну, по телеграму. То есть человек заходит, там у него специальный бот по мероприятию, он пишет там расписание, у него раз присылается ему расписание, там спикеры, раз прислали спикеры, площадки и так далее. Это очень эффективно. Взаимодействие с тематическими СМИ и прямые эфиры, активное освещение в своих социальных сетях. Это, это просто, как бы, некое подытоживание тех всеобщих советов по организации светских мероприятий, которые могут быть адаптивны для приходских мероприятий. Пожалуйста, ну, зафиксируйте, да, дальше. Пойду по времени. А как боты делать? Есть вот этот инструмент, я вам скилну ссылку, он пока бесплатный, там можно вот этот бот просто настроить, связать с телеграм-каналом и там просто в формате конструирования заполнять туда... Куда скиньте ссылку? Ну, в чат ваш. Либо напишите мне в личные сообщения, я вам ее обратно скину. То есть там настраивание? Да, сейчас он пока бесплатный, но его сделают платным, вероятно, но это хорошая история, и вот мы для себя как бы нашли, поскольку у нас люди в культуре, вот это там 2500 человек, и мы хотим вот телеграм-канал развивать. Для нас телеграм-это точка роста нашей ближайшей перспективы, поскольку видим очень глубокую вовлеченность, там у нас 2500, а просмотров 1000. У нас при 43 тысячах просмотров там 5000 условно публикации, а в телеграме при 2500 просмотров, то есть конверсия пока в телеграме от удельного масс, от удельной массы количества подписчиков, она там 40%, а в ВК 10%. Поэтому с точки зрения...